Представители австралийской угледобывающей компании Tigers Realm Call встретились с первыми лицами округа, чтобы подвести итоги работы за последние 18 месяцев и наметить планы на будущее. Сюжет Никиты Березнякова. Дочернее предприятие Tigers Realm Call, компания Bering PromUgol, наращивает объемы добычи природных ресурсов на Чукотке. Главная ценность – коксующийся уголь, который предприятие продает странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Преимущественно в Тайвань, Китай и Японию. После строительства таможенного пункта пропуска в поселке Беринговский темпы роста добычи угля увеличились до полумиллиона тонн. В этом году австралийская компания планирует достигнуть отметки в 750 тысяч тонн, а в ближайшие годы увеличить этот объем в два раза. Вы знаете, что в прошлом году мы перешли отметку в полмиллиона тонн добычи. В этом году мы хотим достигнуть отметки в 750 тысяч тонн и увеличить этот объем в два раза на следующий год. Это беспрецедентный рост. Это очень большие объемы для порта Беринговский. Австралийская угледобывающая компания планирует вкладывать средства в новое оборудование предприятия, реконструировать порт и построить обогатительную фабрику на территории Чукотки. Такие темпы роста невозможны без поддержки правительства округа. И, как поделился Крейг Виггл, это взаимный интерес. Если цена на уголь будет хорошей, если добывать будем много, то компания планирует построить обогатительную фабрику и вкладывать средства в новое оборудование для добычи угля. Затем мы планируем увеличивать объем добычи с одного миллиона до двух с половиной через порт Беринговский. И если все сложится хорошо, все силы будут брошены на развитие Омаама. Председатель Совета директоров оценил качество угля Чукотки. Его Tigers Realm Call продает на азиатский рынок как премиальный, но в будущем при благоприятных условиях качество будет улучшено. Также Крейг Виггл подчеркнул важность поддержки малого бизнеса при формировании логистики компаний в регионе и взаимодействия с местным населением, у которого пока немало вопросов компании по теме экологии и сохранения окружающей среды. Никита Березняков, Арсений Гусев, Служба информации.